Мне никогда не нравилось делать то, что делают все. 20 километров для меня это как жук чихнул. Сейчас в Айронстаре такие, что? Мы зачем ее позвали? Тренировки и секс. Что должно быть чаще? Сейчас вы узнаете то, что я еще не говорила никому. И все-таки сколько? Мы в сентябре спросим с Настей либо мужа, либо 226. Все, выключай камеру. Друзья, сегодня у нас в гостях прекрасная девушка, блогер, эксперт по автомобилям класса люкс-триатлетка. Именно она может отличить Mercedes от BMW и шоссейник от горного велосипеда на ощупь. Встречайте, Анастасия Тукмачева! Из чего состоит обычный день блогера? В общем, день блогера состоит на самом деле из такой кучи суеты. Чтобы не падала статистика, я, наверное, для многих открою Америку, что там нужно выкладывать 5 сториз в день стабильно и обязательно там пост один или два раза в день. Причем он должен быть стопроцентно заходящим. Сейчас Инстаграм работает так, что чуть-чуть у тебя только там что-то не заходит, все, твоя статистика падает, твои подписчики тебя не видят. Ну все, и можно один день не выложил контент, все, можешь удалять Инстаграм смело вообще. Все, до свидания. Как ты вообще относишься к тому, что жизнь обычного человека, она может быть, ну там, с работой по часам, она, возможно, менее напряжена в принципе по графику, чем жизнь блогера? Я работала в офисе, и у меня хорошее резюме, и я прекрасно помню, что такое сидеть в офисе. Для меня это... Я просто в какой-то момент поняла, что я вот сижу, да, целый день, а где-то за окном жизнь идет. Как ребята, как твои коллеги из блогерской тусовки относятся к твоему увлечению триатлоном? Ну, большинство моих знакомых блогеров достаточно далеки от спорта, ну максимум это спортзал. До сих пор там всякие идиотские шуточки по поводу там велотрусов, копытца, и вот это вот все то, что я не могу больше слушать. Я не люблю заниматься тем, чем занимаются все. Как бы мне надо выделяться. И жопу сфотографировать в зеркало может каждая, любая там фитоняшка, я терпеть могу. Просто удачно встать можно. Можно удачно встать, и, короче, здесь много ума не надо. А добиться чего-то, то есть преодолеть себя, совершить победу над собой, дать какой-то пример людям, зажечь какую-то цель, вот это круто. Ты уже сделала несколько своих стартов. Один из, наверное, самых таких непростых был. Это 113 километров, это половинка. Скажи, какие инсайты тебе про себя, может быть, дал этот старт? Почему-то мне всю жизнь казалось, что я очень слабенький такой человек, слабенькая такая девочка. Это впечатление из детства, то есть когда я там себе все ломала, все пальцы на баскетболе, там падала с каната, не могла никуда забраться. И у меня вот это ощущение, что да, ой, да я же такая чахленькая, там, да лишь бы добежать. И реально, когда я начала тренироваться, да, когда я понимаю, что я людям говорю, что мы сегодня там проехали, ну, 60 километров тренировка, да, на велике, все такие, сколько? То есть, а мы говорим, ой, я 20, я говорю, да 20, это что такое? То есть, ну, 20 километров для меня это как жук чихнул. Первая половинка, первый вообще такой глобальный старт для вас, вам нужно его просто пройти, это как первый, там, не знаю, как первый ребенок. То есть надо сделать аккуратно все, потому что ты еще не знаешь, в какой момент ты можешь поднажать, ты можешь поднажать раньше времени и сдохнуть перед стартом. За 3 километра, вон, я видела, люди падали, переходили на шаг, падали в канавы там. Скажи, какой этап для тебя был самым сложным, может быть, во всем старте? Это было плавание всегда. Как бы я просто в Казани эти 2 километра неполные мечтала просто доплыть. Просто мечтала доплыть и добраться до своего велосипеда. Я думаю, господи, только догрести бы, только догрести. Там еще была такая история, что надо первый круг сделаешь, потом обратно взбираешься на помост, чтобы отщелкнул этот, ну, датчик на ноге. И потом еще делаешь круг. И я просто, когда второй раз прыгала в воду, у меня аж прям плакать хотелось. Я думаю, господи, опять. Но я догребла, и просто я с такой пулей бежала босиком по этому ковру. Мне так было, так хотелось сесть на велик. Я добралась до него, я думаю, господи, наконец-то я спасена. Все, вот этот ад закончился. Дальше только лучше будет все. Многие ученые, проводя огромное количество исследований, говорят о том, то, что естественный и самый положительный, там, самый быстрый способ получить эндорфины – это тренировки и секс. Как ты думаешь, что должно быть чаще? О, я думаю, что все должно быть каждый день. Вот. И то, и другое. Хотя, честно говоря, после вот этих тренировок на другое иногда не находилось как-то сил, потому что ты действительно много отдаешь. Ну, мне кажется, что все должно идти вместе. Вот. Потому что, ну, чтобы секс был, нужно, чтобы было красивое тело. Настя, расскажи, какая у тебя цель в этом сезоне и как ты к ней готовишься? Сейчас вы узнаете то, что я еще не говорила никому. Сейчас достаточно сложная ситуация со временем. И, конечно, меня терзают смутные сомнения на то, стоит ли столько ресурсов своих жизненных тратить на подготовку к 226. То есть, с одной стороны, я уже всем пообещала, себе, людям, подписчикам, что я эту цель преодолею. И у меня есть желание. Но, честно говоря, в этом году мне бы хотелось как-то заняться личной жизнью. Может быть, там, не знаю, каких детей там, например, сделать. В общем, найти мужа. Это сейчас новость для всех. Сейчас в Айронстаре такие, что? Мы зачем ее позвали? Мы не стоим снимать. Да-да, все, выключай камеру. В общем, друзья, мы в сентябре спросим с Настей либо мужа, либо 226. Я надеюсь, может быть, и так, и так. А может быть, муж будет уже кого-то ухачивать. Какие должны быть условия погодные, может быть, какое-то стечение обстоятельств для того, чтобы ты сделал свой идеальный старт? О, знаете, это дождь. Мне дико повезло. Сейчас помню, какая это была дистанция. Олимпийка, по-моему, да, в Завидово. Мы бежали, и шел дождь такой, моросил. Это было сказочно. Сказочный подарок, учитывая то, что накануне была 30-градная жара. И также мне подфартило в Казани. Пекло было, понимаете, такой полдень, раскаленная набережная бетонная. И ты бежишь. И это просто ты бежишь от пункта. То есть у тебя начинается такой маршрут. Там ты знаешь, что водичка, там гель, там апельсин, там душ, там тень. Ты добегаешь до моста, там тень, и все. И потом она быстро заканчивается. И где-то за 5 километров до окончания дистанции пошел ливень. Я финишировала просто с раскинутыми руками. Настя, посоветуй нашим зрителям, которые будут делать первый раз какую-то дистанцию. Может быть, это будет спринт, может быть, это будет олимпийка. Какую-то одну вещь, которая им очень сильно поможет. Просто верьте в себя. И не пропускайте тренировки по возможности. Две вещи. Что-то у вас надо. Верить, что вы сможете. И вносить свой посильный вклад в эту цель. Вот этот вот триатлон любой, который вы там себе поставили. Там спринт, олимпийка, половинка, целый. Эта огромная цель, она состоит из маленьких кирпичиков. Вот тебе не надо думать о том, как я эти 113, 113. Не надо думать об этих цифрах. Ты каждый день тренируешь свое сердце, твой мотор. Ты каждый день тренируешь свое тело. Постепенный тренировочный процесс делает для тебя эту цель нормальной. То есть день до дня ты просто как бы становишься более-более сильным, выносливым. Поэтому просто делайте степ-бай-степ. Для тебя триатлон это кайф? Да, для меня триатлон это кайф. Мне бы, конечно, хотелось в какие-то время вписаться, чтобы на меня сказали, о, там она дает. Но лично для меня я и так делаю то, что мне казалось, что я не могу. Друзья, всем привет. Меня зовут Назаров Дмитрий. Некоторые меня называют упорцами 3 атлет. Сегодня я вам расскажу про три лайфхака, которые будут полезны всем начинающим триатлетам. Итак, поехали. Лайфхак номер один, естественно, плавание. Чтобы вы были наиболее, так скажем, защищены на плавательном этапе от различных нюансов, которые могут возникнуть в контактной борьбе, а она возникает, особенно на массовых стартах, таких как Арнстарт триатлон, я вам рекомендую одевать сначала очки и только потом сверху одевать плавательную шапочку. Таким образом, даже в контактной борьбе вы свои очки не потеряете, и вы будете максимально, так скажем, эффективны, и вам будет максимально комфортно. Лайфхак номер два – бритье ног. Ну, не все велогонные, не все триатлеты, начинающие велогонные триатлеты, воспринимают этот лайфхак, этот момент, как бритье ног, так скажем, адекватно. На самом деле, это носит сугубо практичный смысл. Когда у вас бритые ноги, вы выглядите в велоформе и в тресюте наиболее эстетично, это первый момент. Второй момент обязательно, я рекомендую, после тренировок, после соревнований идти на массаж. Естественно, массаж делать на бритые ноги наиболее, так скажем, комфортно, прежде всего для вас. И третий момент, кроме эстетики и массажа, то, что даже при небольших падениях, ну, или при более серьезных падениях, вам будет более комфортно обрабатывать свои раны, свои царапины, какими-то обеззараживающими средствами. Поэтому рекомендую бритье ноги. И лайфхак номер три – это переходим с велика на беговой этап, и чтобы перейти на него максимально эффективно и быстро, я вам рекомендую купить такую штучку, как резиночки на кроссовке. На коротких дистанциях триатлона, таких как спринт, суперспринт, олимпийка, и даже на более длинных дистанциях, прохождение транзитки – достаточно критичный момент. Чем короче дистанция, тем этот момент более критичен и важен. Так вот, чтобы вы были наиболее быстрый и эффективный, в транзитке номер два заранее одеваем на свои кроссовки специальные резинки, и поэтому процесс перехода с одного этапа на другой у вас будет занимать секунд 20-30, ну максимум одну минуту со всеми приблудами. Поэтому рекомендую резинки, и вы будете самыми быстрыми в транзитках. У нас есть рубрика «Просвещаем о триатлоне», где мы изучаем разные форумы, на которых люди, которые еще не делали ни одного старта, пишут очень смешные вопросы. Мы подобрали для тебя самые вопросы на грани, поэтому я буду читать их в постели, и таким голосом, чтобы все понимали, о чем рубрика. Глубину провала этих вопросов. Андрей интересуется. Андрей из города? Не знаю, у него Андрей 24 ник, я не знаю, кто он. 24 что, года или? Надеюсь, года. Так. Но для рубрики хорошо. Почему гидрокостюм нужно надевать не на голое тело? Ну, дружок, а ты как бы потом как собираешься на велик и бегом? В чем мать родила? Конечно, гидрокостюм надевается на стартовый костюм. Стартовый костюм это тот самый костюм, в который вы преодолеваете всю дистанцию, весь триатлон. Но если у вас какой-то там нудистский старт, я не знаю, то вы можете, наверное, зачем вам гидрик тогда? Вот это вот Iron Star 226 нудистский старт. Ну, это мой. Блин, было бы прикольно, я бы посмотрела на этот старт. Следующий вопрос от девушки, которая постоянно уже участвует в нашей рубрике, два раза. Алиночка-красоточка, как научиться снимать гидрокостюм и оставаться при этом невозмутимой и сексуальной? Знаете, вообще, это на скорость соревнования, ну вообще. И я думаю, что никак. Во-первых, нужно намазать запястье вазелином и щиколотки, чтобы... Это так, когда ты надеваешь гидрокостюм, чтобы когда ты его снимал, ты выскользнул из него. Таким резким движением просто ты из него выскальзываешь. Если ты намазал все конечности вазелином перед этим, ты быстро его снимешь. Если нет, то невозмутимым остаться точно не получится. Дарья Симачева спрашивает. Та-та-та-та-ра-та-та. Как наказать своего парня за то, что он прогулял тренировку? В скобочках, если что, мы вместе готовимся к 226. Ой, я боюсь, что уже нет никаких наказаний, которые бы его испугались. Потому что если он с вами готовится к 226, мне кажется, ну, нет ничего хуже. Я шучу, конечно. И поэтому следующий вопрос. Но он такой неоднозначный. Знаешь, если бы он был не на триатлон-форуме, я бы не совсем поняла вообще, о чем он. Кто пользуется гелями? Как они? Какой вкус у вас любимый? Мы все пользуемся гелями. И я не исключение, а мой любимый вкус, я даже не знаю, слушай, мой любимый вкус. Мне просто, знаешь, когда полгода готовишься, у тебя нет уже любимого вкуса, тебе уже все надоели, если честно. Но мне нравятся яблочные. Друзья, ну и резюмируя эту рубрику, Настя, спасибо тебе большое, что ты к нам сегодня вообще пришла. И фраза, которую я сказала буквально недавно про то, что, друзья, многие мечтали, но у нас с Iron Star и с чемпионатом получилось затащить Анастасию Тухмачеву в постель. Мне было очень приятно с вами, я получила удовольствие, честно. Настя, спасибо. Да, пожалуйста. Давайте увидимся на стартах, там будет еще... Еще. А потом выспимся. Да, а потом выспимся. Пока-пока, ребят. Друзья, в прошлом выпуске мы разыгрывали для вас тренировку с нашей гостьей, спортсменкой Аленой Заварзиной. Результаты уже под этим видео. Поздравляем победителя. Совсем скоро мы свяжемся с вами и расскажем о том, как попасть на эту самую тренировку. А для тех, кто досмотрел этот выпуск до конца, мы подготовили на самом деле не менее ценный и абсолютно уникальный приз. Сегодня у вас есть возможность выиграть свидание с героиней нашего выпуска Анастасией Тухмачевой. Для этого оставляйте комментарии под этим выпуском, ставьте пальцы вверх и ждите, когда мы абсолютно рандомно выберем того самого счастливчика, который отправится с Настей позавтракать, а может быть даже поужинать. Всем пока-пока. Что ты точно сможешь отличить на ощупь? Мерседес от BMW, шоссейный велик от Mountain Bike, Амирана от Афони. Фух, блин. Так и знала, что не обойдется без этого. Давайте с велосипедом и с Мерседесом, конечно. А этих двух я даже трогать не хочу. Что ты сможешь сделать за 15 секунд, но не выкладывала в своем инстаграм? Надеть шапочку для плавания, накраситься, оформить страховку для участия в Триатлон Старте. Страховку за 5 секунд, шапочку за 3. Еще останется 10 на гидрик. Еще накраситься. Да, накраситься. Конечно, мы же в Триатлон же готовимся, надо же накраситься. Что никогда не будет рекламировать Туки Тук в своем инстаграме? А. Матрасы, Б. Красное вино, В. Триатлон Старте, организованный не Айронстартом. Я вас хочу расстроить. Да, вот, пожалуй, третий. Потому что вино мне как раз вчера написал.